Здравствуйте, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Имущественные налоги, какие бывают льготы и кто может на них претендовать? В каком случае о льготах необходимо заявить и как это сделать без посещения инспекции? Какие новшества в сфере имущественных налогов? Вот эти и другие вопросы в центре внимания сегодня нашей программы. Я представляю гостей в студии Татьяна Владимировна Голубева, заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области и Татьяна Анатольевна Попухина, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Да, ну что же, тема интересная. Конечно же, безусловно, она актуальная для наших граждан. Ну и прежде чем приступить к нашему разговору, я предлагаю сейчас посмотреть специальный ролик, подготовленный региональной налоговой службой, куда идут имущественные налоги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Ну что же, приступаем к разговору. Первый вопрос, Татьяна Владимировна, у меня к вам. Скажите, пожалуйста, в какие сроки приходит массовая рассылка налоговых уведомлений в 63 регион? В этом году рассылка налоговых уведомлений началась со второй декады сентября, поэтому в течение сентября-октября наши налогоплательщики получат налоги за 22-й год. То есть в личный кабинет они получат? Куда, где проверить? Получат они не только в личный кабинет, можно налоговые уведомления получать как через личный кабинет, так и с 1-го июля 23-го года через личный кабинет на портале ЕПГУ. Ну и традиционный способ получения – это на почте. Спасибо. Татьяна Анатольевна, налогоплательщики обязаны уплачивать налоги в бюджет и, конечно, сборы. Все это прописано в Конституции Российской Федерации. Скажите, в какой срок должно быть исполнено налоговое уведомление? Срок уплаты имущественных налогов для физических лиц установлен единый. Это 1 декабря 2023 года. Ну, по сути, это каждый год у нас 1 декабря. Все одно и то же, ничего в этом не изменилось. Да, да, все верно. Но если налогоплательщики не уплатят налог в срок, установленный законом, то соответствующие последствия наступают в виде процедуры принудительного взыскания, которая обязана применить налоговый орган каждому налогоплательщику, не уплатившему налог в срок, установленный законом. То есть налоговые органы наделены полномочиями взыскивать имущественные налоги с физических лиц через суд. Соответственно, прежде чем обратиться в суд, мы уведомим гражданина о том, что у него имеется долг по имущественным налогам, ну, либо по каким-то иным. И уведомляемый путем направления требования, то есть это тоже такой документ, он носит несколько иной характер, чем налоговые уведомления, то есть там уже не указывается, за какие объекты начислены налоги, а указывается только сумма долга и сумма пени. Что такое пени? Пени – это, собственно, тоже одна из неприятных последствий, которые наступают для гражданина, не уплатившего в срок налог. То есть это компенсация потерь бюджета за непоступление в установленный срок суммы налогов. Пени исчисляются, исходя из ставки рефинансирования банка, и чем дольше не платишь налог, тем больше сумма пени, которую мы также взыскиваем. Да. Ну, скажите, пожалуйста, Татьяна Владимировна, вот сколько налоговых уведомлений уже сформировано, и скажите, пожалуйста, каким образом их получат физические лица, проживающие в Самарской области? Давайте мы вот на этой теме остановимся с вами поподробнее, то есть где ждать налоговое уведомление. В этом году сформировано более 1 миллиона 700 тысяч налоговых уведомлений, половина из них, практически половина, это 867 тысяч, направлено через личный кабинет налогоплательщика, 13 тысяч уже направлено через личный кабинет на портале ЕПГУ, все остальные ушли почтой. Скажите, а растет ли популярность у граждан вот именно пользования личным кабинетом? Все больше ли и больше граждан подключаются к личному кабинету? Здесь вопрос на усмотрение, кто ответит? Да, популярность личного кабинета, безусловно, растет. На сегодняшний день почти третий житель Самарской области подключен к личному кабинету. Личный кабинет, безусловно, удобен не только тем, чтобы получать налоговые уведомления, а это, я считаю, одно из главных его преимуществ, да, то есть не выходя из дома, сидя за своим персональным компьютером или зайдя в мобильный телефон, мы получаем налоговые уведомления. Но через личный кабинет также удобно и заплатить налоги. Да, то есть информация здесь и сейчас актуальная и действительно не нужно тратить свое время. Ну а я хочу напомнить, уважаемые телезрители, о работе бесплатного справочного телефона «Контакт-центра ФНС России», действующего на всей территории Российской Федерации. По данному телефону можно получить информацию справочного характера, порядки рассмотрения, обращения, работе интерактивных сервисов, разработанных налоговой службе в помощь налогоплательщику. Телефоны у вас на экранах. Ну что же, продолжаем разговор. Татьяна Анатольевна, скажите, что грозит налогоплательщику, если оплатил позже указанного срока как раз вот законодательством? Ну в первую очередь это финансовые издержки, как я уже сказала, это сумма пени, которая начисляется за каждый день. Ну и безусловно, если мы, получив судебное решение, направим на взыскание его в службу судебных приставов, то налогоплательщику может еще грозить такие, не плательщику, скажем так, а могут грозить такие последствия, как обращение взыскания на имущество. То есть у судебных приставов очень широкие полномочия. Они могут наложить запрет на совершение рек действий с принадлежащим должнику имуществом. Они могут арестовать это имущество, выставить его на торги и продать. Счет погашения долга. А также судебный пристав вправе наложить ограничения в виде запрета на выезд за пределы Российской Федерации, независимо на отдых, учебу или лечение. То есть тоже достаточно неприятные последствия. Ну и, конечно, когда будут принудительно взыскивать, например, заработные платы по судебному решению, придет работодателю исполнительный лист, либо с пенсии у пенсионеров. Наверное, это тоже такие не очень приятные последствия для неплательщика налогов. А у нас разве пенсионеры не освобождены от налогов? Это вот Татьяна Владимировна. У пенсионеров есть действительно льготы на уплату налогов, но полного освобождения от уплаты налогов у пенсионеров нет, к сожалению. Да. Мы позже коснемся этого вопроса обязательно. А вы знаете, скажите, а есть ли какие-то уважительные причины, которые можно предоставить в налоговую? Ну, человек, может быть, заболел или потерял работу. Ну, нет свободных средств, чтобы налоги оплатить. Идет ли налоговая в данном случае навстречены те же мы люди? Да, безусловно, ситуации жизненные бывают разные. Возможно, человеку непосильно уплатить налог в данный момент. То есть он действительно потерял работу, но в ближайшем будущем он намерен трудоустроиться. И в этом случае с законом разработан такой механизм, как предоставление отсрочки. Для этого необходимо написать заявление нам. Заявление подается тоже в электронном виде, поэтому это еще раз в пользу личного кабинета. Ремарка, так сказать. Да, да. То есть заявление об отсрочке подается в электронном виде. Это исключительная норма налогового кодекса с 2023 года. К заявлению налогоплательщик прилагает ряд документов. И если усматриваются основания, если мы видим, что человек действительно в будущем способен уплатить этот налог, и рассрочка ему поможет избавиться от вот такого бремени единовременной уплаты налога, мы и вправе принять такое решение об отсрочке, либо рассрочке уплаты налога. Спасибо большое. Ну и продолжаем разговор. Татьяна Владимировна, правильно я понимаю, что вот касается собственников имущества и транспортных средств, и земельных участков, и долей в квартире. Вот даже если это ребенок, у него, к примеру, есть небольшая доля, ему тоже придет уведомление. Я и так к вопросу к тому, что вот личный кабинет – это все-таки самый удобный вариант получения налогового уведомления. На мой взгляд, да. Личный кабинет – это тот ресурс, тот инструмент, который позволяет налогоплательщику общаться с налоговым органом, не выходя из дома. В личном кабинете есть вся информация об объектах налогообложения, то есть это может налогоплательщик контролировать все характеристики своего объекта. Если что-то как-то по мнению налогоплательщика в налоговых органах неверно, он может своевременно сообщить до формирования налогового уведомления. Мы учтем эту информацию, мы проверим эту информацию. Если она подтвердится, налоговое уведомление будет сформировано уже с учетом той информации, которую нам предоставил налогоплательщик. На мой взгляд, это очень удобно для того, чтобы не писать заявление после того, как получишь уведомление. То есть уведомление получить уже корректное и просто оплатить его. Скажите, пожалуйста, Татьяна Анатольевна, а когда наступают вот эти страшные штрафные санкции, о которых вы говорили выше? Наступило 1 декабря, месяц прошел, наступил уже новый календарный год и налоги, ну, к примеру, от нерадивого налогоплательщика в казну не поступили. Когда ждать вот этих страшных санкций? Во-первых, мы направим неплательщику требования. Требования об уплате, то есть с указанием суммы долга, с указанием о том, что будут начисляться пении и будет принудительное взыскание через суд, мы направляем в декабре. То есть наступает 1 декабря, как правило, в декабре идет массовая рассылка требований об уплате. То есть оплатить нужно до 1 декабря? Оплатить нужно не позднее 1 декабря. 1 декабря еще платить можно и не повлечет это никаких санкций. Ну и затем уже, безусловно, мы в требовании устанавливаем срок для его исполнения, то есть мы даем еще возможность в течение примерно одного месяца уплатить долг по требованию. И вот если должник нас не услышал, не уплатил долг по требованию, после этого, то есть начиная со следующего года, с 2024, мы уже будем направлять заявление в судебные органы, мировым судям о выдаче, соответственно, судебных приказов на взыскание долгов. Скажите, а вот есть ли какие-то цифры, статистики? Наши налогоплательщики стали более, ну скажем, разумными и порядочными в этом плане. Все-таки больше граждан платят налоги, чем те, которые не выполняют эти действия? Да, я считаю, что больше граждан платят налоги. Из года в год все большее количество граждан уплачивает налоги именно в срок, именно до 1 декабря, не позднее 1 декабря. Ну, безусловно, остается часть неплательщиков. Есть у нас и забывчивые люди, есть у нас люди, которые... Которые не специально это не делают, да? Ну, да, к сожалению, у них нет возможности уплатить, но они не идут за отсрочкой, но они там, я попозже уплачу, думаю, так. Вот, поэтому люди, конечно, разные, люди ведь и за коммунальные платежи у нас не все платят, и кредиты, то есть, ну, человек есть человек, ситуации бывают разные. Но налоговая грамотность населения, безусловно, растет, безусловно, каждый год все больше становится пользователь личного кабинета, и, безусловно, люди не хотят неприятных последствий, связанных с неуплатой налогов. Спасибо. На сайте ФНС России представлены удобные электронные сервисы, помощники, которые охватывают все категории налогоплательщиков, физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые, и сфера их интересов, позволяют получить полный спектр информации и услуг дистанционно, без посещения налоговой инспекции, решить практически любые вопросы с налоговой инспекцией. Это вам к сведению, уважаемые телезрители. Ну, а мы продолжаем разговор. Татьяна Владимировна, что такое налоговое уведомление? Расскажите, пожалуйста, популярно, чтобы было понятно, как говорится, пионеру и пенсионеру. Налоговое уведомление – это тот документ, который формирует налоговый орган по результатам расчетов имущественных налогов физическим лицам. В налоговом уведомлении содержится информация об объектах налогообложения, о налоговой базе по каждому объекту, о сумме предоставленной льготы и сумме налога к уплате. Естественно, формируется платежный документ на уплату этих налогов. А вы расскажите, пожалуйста, можно ли вообще самостоятельно изучить содержание вот этого налогового уведомления? Может быть, помогут какие-то промо-страницы сайта ФНС России? Расскажите поподробнее. Совершенно верно. Традиционно Федеральная налоговая служба Российской Федерации на своем сайте размещает промо-страницу, на которой освещены основные такие вопросы, которые возникают у налогоплательщика при получении налогового уведомления. Это, во-первых, что такое налоговое уведомление, что оно содержит, как его исполнить, как посмотреть, предоставлены ли тебе льготы, как проверить свои объекты. То есть все это есть на промо-странице. И там же рассказывается, как сообщить в налоговый орган, если что-то по мнению налогоплательщика в налоговом уведомлении указано неверно, например, льготы не предоставлены или объект как-то некорректно указан. Но налоговое уведомление, оно так и называется. Вот открываем личный кабинет в разделе о поступлении, писем и смотрим. Оно прямо так называют налоговое уведомление. Да, совершенно верно написано налоговое уведомление. У меня еще на главной странице есть информация о сумме налога к уплате. Да, то есть все видно, все доступно, все понятно и можно совершенно спокойно разобраться. Совершенно верно. Татьяна Анатольевна, как оплатить имущественные налоги? Скажите, пожалуйста, какие сейчас способы существуют? Ну и, конечно, сервисы наверняка опять же помогут в этом разобраться. Да, безусловно. На официальном сайте Федеральной налоговой службы реализован ряд сервисов помощь налогоплательщику. И один, на мой взгляд, из главных и важных – это помощь в уплате налогов. Называется он «Оплата налогов и сервисов». Прошу прощения, «Оплата налогов и пошлин». Это один из первых сервисов, который мы видим, открыв официальный сайт Федеральной налоговой службы. Он позволяет быстро и удобно уплатить налог гражданину. То есть никаких сложностей, я думаю, не возникнет ни у кого. Ну и, безусловно, если кто-то пользуется, пользователи личного кабинета, они непосредственно из своего личного кабинета уплачивают. Конечно же, у нас размещается QR-код на оплату, когда налоговое уведомление получает налогоплательщик, приложена квитанция с QR-кодом, то есть можно через любые приложения банков оплатить. Всегда остается традиционный способ прийти в любой банк и оплатить налоги. Поэтому способов много, трудностей это не вызывает ни у кого. Достаточно желания исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Совершенно верно. Ну и в продолжении нашей программы я сейчас предлагаю посмотреть тоже небольшой ролик о получении налогового уведомления на портале Госуслуг. С 1 июля 2023 года налоговое уведомление на уплату налогов на квартиру или дом, автомобиль или земельный участок можно получить через личный кабинет на портале Госуслуг. Для этого нужно быть авторизованным пользователем портала и направить уведомления о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через портал Госуслуг. Получите налоговое уведомление на уплату имущественных налогов вовремя. Татьяна Владимировна, с 1 июля 2023 года ФНС России ввела электронный документ оборот через государственный портал. Буквально пару кликов, подписав согласие, получив госключ, можно этим воспользоваться. У меня вопрос, много ли уже народу этим как раз вот сервисом успело воспользоваться? В настоящее время 48 тысяч налогоплательщиков, жителей. Много, мало по вашему мнению? Пока это еще немного. Ну, в сравнении с тем, что половина направленных уведомлений получает по почте, да, как бы можно было бы и активнее пользоваться этим. На портале Госуслуг все это можно получать. Вот именно с этого года, с 1 июля, как вы уже сказали, да, налоговая служба ввела это все. Проблем с подключением всего этого не возникает, в принципе, потому что достаточно просто направить через... Именно через личный кабинет на портале ЕПГУ нужно направить это уведомление о согласии в получении вот налоговых документов через личный кабинет на портале ЕПГУ. Хочу вот именно отметить, обратить внимание, что только через личный кабинет. Нельзя прийти в МФЦ, нельзя прийти в налоговую службу, подключение таким образом не получится. Именно через толка ЕПГУ. Ну, а если сложности возникают через личный кабинет, можно ли прийти в налоговую со своим телефоном, входом в личный кабинет и попросить, ну, пожалуйста, уважаемые сотрудники, помогите разобраться, помогите подключиться. Я думаю, что... Я думаю, что сотрудники налоговых органов не откажут. Ну, с такой услуг, как бы такой услуг как таковой нет, но чисто по-человечески, да, можно же помочь. Ну, разобраться самостоятельно тоже несложно. Несложно, там буквально несколько кликов. Татьяна Анатольевна, скажите, вот что бы подключиться к личному кабинету налогоплательщика на сайте ФНС России? Можно прийти абсолютно в любую налоговую? Да, можно прийти абсолютно в любую налоговую инспекцию, но, безусловно, с паспортом, с документом, удостоверяющим личность. И в любой налоговой инспекции вам предоставят код доступа, и вы будете успешно пользоваться личным кабинетом. Еще также можно с паролем от единого портала госуслуг, то есть через сайт Федеральной налоговой службы, там есть ссылочка войти в личный кабинет через единый портал государственных услуг, пройти по этой ссылке и попасть, зарегистрироваться пользователем личного кабинета налогоплательщика физического лица. Мы сегодня в нашей программе анонсировали новшество для физических лиц во плане уплаты налогов. Так задаю этот вопрос, чтобы не упустить, что новенького. В этом году глобальное новшество – это новая кадастровая стоимость в отношении объектов недвижимости. То есть по налогу на имущество применена новая налоговая база. Так, что это значит для жителей? Что делать? Куда идти? Где проверить? Как воспользоваться? Для жителей ничего страшного не произошло, в принципе, и практически никто не заметит. Почему? Потому что для сдерживания роста суммы налога применяется налоговым кодексом предусмотрен коэффициент. Поэтому не более 10% прирост. Если кадастровая стоимость увеличилась, налогоплательщик это увидит. У него поменяется налоговая база в отношении объекта. В принципе, проверить это можно на сайте Росреестра. В ней есть справочная информация об объектах недвижимости. По кадастровому номеру найти свой объект. И кадастровая стоимость, актуальная кадастровая стоимость там отражена. Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, в чем преимущество взаимодействия налоговой службой через госуслуги? Вот алгоритм действия обозначится, пожалуйста. Алгоритм действия достаточно простой. То есть налогоплательщик, который зарегистрирован на портале госуслуг, он направляет налоговый орган уведомления, получает это уведомление уже в личном кабинете на портале ЕПГУ. Оплатить можно там же. То есть время мы не тратим на поход на почту, на то, чтобы куда-то пойти заплатить по QR-коду там уже, да, в какой-то банк. Все предельно просто. Практически это то же самое, что и через личный кабинет налогоплательщика, только спектр гораздо уже. Налогоплательщик получает только документ, но также может его оплатить через портал госуслуг. Ну, а скажите, пожалуйста, в основном суммы налогов, которые приходят налогоплательщикам, примерно каждый год одинаковые? А есть ли вообще такие граждане, которые платят налоги до уведомлений, к примеру? Да, есть. Можно оплатить налоговое уведомление. Можно, да, можно оплатить. Это пополните кошелек на личном кабинете налогоплательщика. И когда налоговое уведомление будет сформировано, уже с учетом имеющейся суммы оплаты. То есть долг еще и автоматически может списаться? Это не долг. Это не долг. Понимаете, налоговое уведомление формируется до наступления срока уплаты. Налоговый орган направляет за 30 дней до наступления срока уплаты. Но сейчас мы гораздо раньше направляем. И долг-то он возникает тогда, когда не оплачено. А если все оплачено до уведомления, то уведомление сформируется. Если что-то к уплате останется, налогоплательщику уйдет налоговое уведомление. Если не останется ничего, налогоплательщик в кабинете увидит, что у него все хорошо. Хорошо, да. Хорошо, Татьяна Анатольевна, вот давайте еще поговорим об отсрочке, все-таки какие сроки здесь существуют? Отсрочка может быть предоставлена на… давайте вот, во-первых, есть понятие отсрочка и есть рассрочка. То есть отсрочка – это единовременная уплата налога спустя какое-то время после принятия соответствующего решения. Рассрочка – это уплата налога поэтапно, по графику, то есть раз в месяц, например, равными долями. И периоды законом установлены разные, то есть если отсрочка может быть предоставлена максимум на один год, то рассрочка может быть предоставлена на период до трех лет. То есть это достаточно такое хорошее послабление в плане уплаты налогов именно для тех граждан, кто единовременно не может уплатить большие суммы налогов. То есть ситуации встречаются разные, например, к нам обращался налогоплательщик, которая получила в наследство имущество. Имущество дорогостоящее, налог достаточно большой был исчислен, и возникла необходимость уплатить его в рассрочку, причем плательщик намерен был потом продать это имущество. И вот мы, безусловно, как бы проанализировав всю ситуацию, усмотрели основания для предоставления рассрочки, налог в рассрочку был уплачен, и плательщик достаточно, как бы, спокойно вышел из этой проблемной жизненной ситуации. — Скажите, я вот слышала такое, ну не знаю, определение, что ли, я сейчас хочу воспользоваться возможностью и задать вопрос лично. Вы говорили про пени, а пени на пени начисляются? — Нет, пени на пени не начисляются. — Вот развите это, пожалуйста. — Пени начисляются исключительно на сумму неуплаченного налога. То есть пени начисляются с срока уплаты налога, то есть в нашем случае имущественные налоги, это начиная после 1 декабря, то есть если 1 декабря налог не уплачен до 1 декабря, и по день фактической уплаты. То есть если человек уплатил, например, налог 15 декабря, то пеня 15 декабря прекратит начисляться, и долг уже будет такой, скажем, статичный, сумма меняться не будет. Мы будем взыскивать пени, если налогоплательщик добровольно ее не оплатит. — Спасибо. Очень понятно. Татьяна Владимировна, если говорить о льготах по имущественным налогам, а сегодня эта фраза на протяжении нашей программы звучала неоднократно, какие категории граждан имеют право на налоговую льготу, ну и есть ли какие-то, может быть, новшества с этого года? — Во-первых, хочу сказать, что на сайте Федеральной налоговой службы есть сервис, справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Там размещен полный перечень всех категорий налогоплательщиков, имеющих право на льготу по налогам, по налоговым периодам, по муниципальным образованиям. То есть это все есть, достаточно это все выбрать и посмотреть, есть ли, нет ли у налогоплательщика право на льготу, если он относит себя к какой-то из категорий. Ну, из основных категорий, так, по транспортному налогу льготы предоставляются на основании закона субъекта. У нас есть 86-й ГДМ от 6 ноября 2002 года, это закон о транспортном налоге. Там перечень категорий льготников поименован. Пенсионеры, предпенсионеры, они оплачивают налог 50% в отношении транспортных средств. Ну, легковые автомобили в основном, есть еще некоторые легковые автомобили до 100 лошадиных сил включителей. То есть если транспортное средство больше 100 лошадей, льгота уже не предоставляется. Такие категории налогоплательщиков, как инвалиды, ветераны боевых действий, ветераны Великой Отечественной войны, они освобождены от уплаты налога, но также в отношении одного транспортного средства из определенных категорий, которые в 86-м ГДМ поименованы. Ну, это легковые автомобили до 100 лошадиных сил включителей. Еще есть льготы для многодетных. Ну, строго говоря, одному из родителей льгота предоставляется. Там немножечко повыше порог мощности. Это 110 лошадиных сил для легковых автомобилей, 150 для автобусов. Начиная с этого года, законодатели субъекта предусмотрели вычет по транспортному налогу для тех налогоплательщиков, у кого мощность транспортного средства выше установлены. То есть, если, например, легковой автомобиль мощностью выше 110 лошадей, то будет предоставлен вычет на сумму 2640 рублей, остальное пойдет к уплате. Земельный налог и налог на имущество. Перечень категорий налогоплательщиков установлен в налоговом кодексе по земельному налогу. Это пункт 5 статьи 391. И по налогу на имущество 407 статья. Основные категории налогоплательщиков, которые освобождаются пенсионеры, предпенсионеры, ветераны Великой Отечественной, ветераны боевых действий, инвалиды 1-2 групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды. По земельному налогу освобождение от уплаты в размере 6 соток кадастровой стоимости одного земельного участка. А по налогу на имущество освобождение предоставляется от уплаты налога в отношении одной квартиры, одного жилого дома, одного гаража, одного хозяйственного строения площадью до 50 квадратных метров, расположенных на землях ЛПХ и ЖС. Ну что же, благодарю вас. Но прежде чем попрощаться, я хочу все-таки предоставить заключительное слово. Буквально прям вот полминуточки, Татьяна Анатольевна, о чем нужно знать и помнить сейчас в период, когда уже нужно платить налоги? Я считаю, нужно знать и помнить о том, что каждый собственник имущества обязан платить налоги, и налоги нужно платить в срок, установленный законом. И не нужно дожидаться неприятных последствий, когда придет судебный пристав или придет судебная повестка. Поэтому платить налоги нужно и важно, и платить их в срок, установленный законно. Потому что налоги заплатить все равно придется. Безусловно. Благодарю вас, уважаемые гости, за очень информативную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу Город С. Всего хорошего. И не забудьте заплатить свои налоги. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин